Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачао-Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Сегодня делегация из Карачао-Черкесии во главе с Рашидом Тимрезовым с официальным визитом прибыла в Оренбургскую область. В состав делегации вошли спикеры парламента Александр Иванов, вице-премьер правительства Муратозов, мэр республиканской столицы Руслан Тамбиев. О подробностях визита нам сообщит руководитель пресс-службы главы Карачао-Черкесии Людмила Переславцева. Добрый вечер, Светлана. Несмотря на то, что в Оренбургской области очень холодно, сегодня столбики термоны проопустились ниже 30 градусов, власти Оренбургской области устроили нашей делегации Карачао-Черкесии очень теплый и радушный прием. Сначала состоялась встреча главы Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова с губернатором Оренбургской области Юрием Александровичем Пергом. В ходе этой встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия двух регионов в сфере социально-экономического сотрудничества, культурного обмена творческими делегациями между двумя субъектами. А затем уже в расширенном формате состоялся обмен предложениями в сфере инвестиционного потенциала в двух регионах. Карачао-Черкесия, глава Карачао-Черкесии Рашида Тимрезова представил наши основные инвестиционные проекты в сфере туризма, сельского хозяйства, производства и добычи питьевой воды, а также различных инвестиционных проектах в сфере недропользования. Кстати, на территории Карачао-Черкесии действует дочернее предприятие Уральской горно-металлургической компании «Урубский ГОК», которая здесь очень мощно представлена в Оренбургской области. Поэтому вопросы взаимодействия с этой компанией не обсуждались особо. После расширенного заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Карачао-Черкесией и Оренбургской областью. Как отметил в интервью журналистам местным глава республики Рашида Тимрезова, в ближайшее время предстоит наполнить это соглашение уже конкретными предложениями. И как подчеркнули оба руководителя субъекта, самое главное, когда дружба начинается на уровне руководителя субъекта, а превышается уже на уровне людей. Так что было предложение о том, чтобы дружить с субъектами, поддержано обеими сторонами. Спасибо. Подробный репортаж о визите нашей делегации в Оренбургскую область смотрите завтра в наших информационных выпусках. Другие вести. МЧС предупреждает. По прогнозам гидромедцентра, в ближайшие дни в Карачао-Черкесии ожидаются обильные снегопады, сопровождающиеся порывистым ветром свыше 20 метров в секунду, понижением температуры гололед. В связи с этим водителя просят снизить скоростной режим, желательно воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте, а жители не покидать без крайней необходимости свои дома. Также необходимо следить за исправностью системы центрального отопления во избежание перегрузки электросети и опасности пожара ограничить использование электронагревательных приборов. Резко ухудшившиеся погодные условия могут затруднить движение автотранспорта на дорогах, что в свою очередь повышает риск аварийности. В Узжигуте, который относится к числу населенных пунктов республики с высокой интенсивностью дорожного движения, сотрудники ГИБДД уже работают на упреждение о мерах и результатах Ахмат Валкечев. Так как Узжигута является транзитным городом и расположен на главной транспортной артерии республики, за сутки через этот населенный пункт проезжают до 20 тысяч машин. За первый месяц наступившего года только в самом городе произошло 4 аварии, в которых погибли 2 человека. Вот и сегодня испортившаяся погода вывела на дороги всех сотрудников Узжигутинского УГИБДД и даже тех, кто в резерве. В такие дни все работают в усиленном режиме. Хоть и проделывается большая работа по наведению порядка на дорогах, но с каждым годом увеличивающийся поток автотранспорта ставит новые задачи перед полицией и другими дорожными службами. К числу первоочередных задач Муса Эркенов также относит освещение дорог в ночное время суток. Особенно остро эта проблема на участке федеральной трассы в районе аула Сары-Тюс. Недавно было там дорожно-транспортное происшествие, наездное двух пешеходов. Именно на остановке, там даже везде освещение было, именно на остановке, где машина сбила, там лампочки перегорели. Ну это, за эти лампочки вроде бы отвечает глава права Кубанки, который он, как бы он пояснил, что он сам устанавливал эти лампочки по его инициативе. Ну там была вина и водителя, который тоже превысил скорость. В Джигуте было, еще раньше установили освещение, но от них толку в основном нет. Белые лампочки, они наоборот даже в плохую погоду мешают водителям. Если поставили, померяли на желтые, тоже нормально в Джигуте было бы. Наряда патрулей усилены дополнительными сотрудниками. Особому контролю подвергаются автомашины, в которых перевозят малолитних детей и общественный транспорт. Добропорядочных водителей все эти предпринимаемые меры скорее радуют, чем смущают. Меньше ДТП, понимаете, меньше всякого рода, особенно пьяных вообще я не вижу, улучшилась в эту сторону. Аварийность, хотя много машин и много случаев по ДТП. Вот это, я считаю, отратная и лучшая сторона. Ездить вам самим легче стало на трассе? На трассе легче, вообще легче, но в городе интенсивность очень большая. Много машин, тяжело, надо осторожно самим быть водителем. А инспекторы делают, конечно, свою работу и хорошо делают. Нести службу еще на более качественном уровне сотрудникам УГИБДД Усть-Дегутинского отдела полиции помогают системы автоматической видеофиксации «Арена». Они работают на так называемых очагах аварийности. Вот она, гроза лихачей. Вопреки расхожему мнению, что фиксаторы работают только в встречном направлении, эта камера сейчас снимает нарушителей вслед. Они доказали свою эффективность на деле. Муса Эркенов, говоря об эффективности данной системы, приводит статистику. Если, к примеру, в первые дни система за светлое время суток фиксировала до 1000 нарушений, то сейчас эти цифры снизились в 2-3 раза. Вот здесь уже чуть больше часа, уже около 70 нарушений. Даже известно о лечении, которое идет. Вот это, например, лечение прав идет. А на лишение прав по почте высылают? Конечно, все. Через суд они взимаются. В новом году ожидается, что электронных помощников у инспекторов безопасности дорожного движения будет еще больше. Ахмат Халкичев, Аслан Баташев, Вести Карачаево, Черкесия, Усть-Джигута. К нам в службу информации обратились жители улицы Строители. Дома номер 3 Черкеска с просьбой помочь разрешить наболевший вопрос. За окном минус 15 и даже 17, а в их квартирах холодно, всего лишь плюс 18. Александр Коваленко разбиралась в проблеме. Приятное событие в семье Борисенко произошло в августе 2013 года. Они приобрели собственное жилье, сделали ремонт, заменили старые окна на пластиковые. Но радость новоселов омрачилась с началом отопительного сезона. За окном зима, минус 8 и студенный ветер. А батареи остаются чуть теплыми. Температура в комнатах не поднимается выше 18-ти градусной отметки, жалуется хозяйка квартиры. Пожалуйста, окна все поменены, сока не дует, все поменено, но тепла нет. Фактически руку держать можно как бесконечно, не нагреешь. Мы обращались в теплосети с заявлением. Потом они приняли и на следующий день позвонили. Сказали, что по погодным условиям дают тепло. Из-за низкой температуры стены комнаты покрываются плесенью и стоит зловонный запах. Такая погода в доме отрицательно отражается и на маленьких членах семьи Борисенко. Молодая мать тревожится за своих детей. Часто возникающий бронхит у них может перерасти в астму. С просьбой разрешить данную проблему, женщина обратилась к специалистам теплосетей. Я сама лично была в теплосетях. У меня пропало отопление на кухне, и мы поехали. Там мне никакого ответа не дали. Заявление у меня не приняли. Объяснили тем, что я не имею права обращаться, так как они заключали договор непосредственно с начальником ТСЖ. И все вопросы должна предъявлять я к нему. С горячей водой – это вообще проблема. Муж каждое утро спускает по 15-20 минут, чтобы она пошла горячая, а у нас стоят все водомеры. Примерно мы платим общей воды холодной и горячей 30 кубов. Приобрели жители этого дома и пирометр, чтобы контролировать температуру батареи в квартирах. Председатель ТСЖ Светлана Зураб-Тахчуков уверен, что эта цифра ниже нормы. Мы ничего не могли доказать по поводу котельной, пока дома не был приобретен прибор измерения температуры. Вот как мы начали звонить, что у нас есть прибор, и мы написали заявление от начальника ТСЖ с подписями квартиры и замерами по квартирной с этой температурой. Разговаривают таким тоном, что мы это все придумали, вот придумали, по тем же будет квартирам ходить, переверять. За комментарием о сложившейся ситуации мы обратились в мэрию Черкесском. После того, как кирпичный завод был приватизирован, эти дома были переданы в УКЖХ, обслуживались в УКЖХ, значит, очень долго они находились вообще нигде. И, естественно, там возникли, без обслуживания дом находился, много проблем. В соответствии с ЖК, значит, и с правилами подачи энергоресурсов, значит, тепловые сети подают до первого запорного устройства. Все остальное внутри здания обслуживается, значит, ТСЖ. По этому поводу необходимо обратиться к председателю ТСЖ и отрегулировать отопление. В эти дома отопление подается согласно графику, отметил начальник коммунального отдела мэрии Черкеска Валерий Камурзаев. Но есть одно «но». Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к руководителям, отвечающим за подачу электроэнергии, это прикубанские сети, значит, только с начала отопительного сезона отключалось в 22 раза. Кратково временно, что, конечно, влияет на работу котельной. Вот. Поэтому, значит, мы будем тоже по этому случаю разбираться. Жители дома тревожит и тот факт, что мусорные баки переполнены и не вывозятся. Однако Валерий Камурзаев отметил, что виновата в этом вопросе само ТСЖ Светлана. Именно оно должно приобрести мусорный бункер и заключить договор с САХом. Депутаты городской думы рассмотрели и просьбу жителей этого дома по благоустройству придворовой территории. Совсем скоро здесь будет возведен детский городок и отремонтированы подъездные пути. Но более всего сегодня люди нуждаются именно в тепле. Александр Коваленко, Артур Жужуев, Аслан Баташев, Вести Карачаева, Черкесия. До главного спортивного события страны и мира 22-х зимних Олимпийских игр в Сочи остается всего неделя. И в эти дни большое внимание на себе чувствует жительница Черкеска с удивительным именем Олимпиада. О том, кто и почему так назвал ребенка и как она повлияла на всю жизнь Олимпиады Бабоевой, расскажет Светлана Гбаева. Столь необычное имя Олимпиада своей дочери дал отец. А поводом послужила передача о спортивных достижениях олимпийцев. Тем более, что сам Хусей Балачи в то время серьезно увлекался спортом. Отец на следующий день утром, когда завтракал, по телевизору диктор говорил, что очень мало имен Олимпиад, по России всего лишь только 11. И отец говорит, я когда смотрел эту передачу, пил чай, просто про себя продумал, может, моя дочка будет будущей олимпийской чемпионкой. Родственники восприняли такую новость с большим удивлением. Сама же Олимпиада, хотя и не стала олимпийской чемпионкой, но признается, что гордится своим именем. В любом коллективе она оказывается в центре внимания. Говорящее имя помогает даже во время проверки документов сотрудниками ДПС, шутит Олимпиада. Долгое время она работала кондитером высшего разряда. С улыбкой рассказывает, как только ее не называли коллеги, планета и земля. Но вскоре к ней стали обращаться просто Аля. Что же касается спортивных достижений, то в свое время Олимпиада серьезно занималась каратэ. А супруг Мурат с гордостью показывает нам альбом с большой коллекцией олимпийских марок. Он рассказывает, как впервые увидел свою будущую жену. Она стоит возле квартиры, значит, разговаривает со своей сестренкой через балкон. Одновременно еще какое-то дело делает. И мне понравилось то, что действительно энергия в ней такая. Поэтому, думаю, да, мне понравилось с первого взгляда. Он добавляет, что не ошибся в своем выборе. У них большая дружная семья. Самыми вкусными блюдами Олимпиады радуют троих дочек. Лауру, Амину и Алану. Мужа и бабушку Марзи, которую сноха ласково называет Анняка. «Олимпиада, когда пришла к нам, очень было очень хорошо. Я не привыкла олимпиаде. Что это за название такое? Интересно было. Ну, как олимпиада у нее название, она все добьется все. И на работе, и дома. Я всегда говорю, вот она мне дает, наверное, жизнь. Вот мне 87 лет. Она мне вот как к ребенку так смотрит. И жизнь дает, дай бог ей здоровья». На эстафету Олимпийского огня мы ходили всей семьей, говорят Бабоевы. Это было зрелищное мероприятие. А отец семейства Мурат следил там за охраной общественного порядка. Рассказывает, что с еще большим интересом они будут наблюдать за предстоящими Олимпийскими играми. Светлана Агбаева, Лебастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И последнее. Сегодня ночью наступит Новый год по китайскому календарю. А это значит, что наконец Год лошади вступит в свои права. Талисманом, как известно, является синяя деревянная лошадь. Как заверяют астрологи, в этот год с успешными будут целеустремленные люди, которые могут добиваться поставленных результатов, пусть даже не самым легким трудом. О грациозных красавцах, скакунах и какое место они занимают в современном мире в репортаже Алла Динаевой. Этот великолепный скакун по кличке Сююм – яркий представитель карачаевской породы лошадей. Здесь, в конюшне, он любимец. В 2009 году Сююм стал победителем международной выставки лошадей «Эквирос». Любовь к этим благородным животным Хасану Салпагарову передалась от отца. Начну, наверное, с той печальной истории. Мой отец погиб, защищая лошадей. Когда мне было лет 20, я случайно встретил на площади человека. Случайно человек меня остановил, начал расспрашивать, кто я, чей сын и все такое. Он мне рассказал свою историю. Это был холост Кирирюрусов. Он восстанавливал породу в тот момент. Это был 1988 год. Разведением лошадей Хасан Салпагаров начал заниматься 20 лет назад. Серьезно подошел к этому вопросу. Подготовил современные конюшни для зимнего и летнего содержания животных с манежем. Кормовую базу ведет селекционно-племенную работу. Питомцы карачаевского племенного хозяйства 10 лет участвуют в выставках и пробегах Турции. В Стамбуле у нас есть еще одна конюшня. Последние три года мы являемся чемпионами турецкого государства по пробегам. Наша конюшня является сборной Турции. Вот именно наша конюшня. Все шесть лошади, все наши. Лошади умные, преданные и любознательные животные. К примеру, этого красавца очень заинтересовала наша видеокамера. Лошадям очень нравится резвиться на свежем воздухе. Можно бесконечно любоваться этой красотой, но подойти близко мне немного страшно. Человек и лошадь на протяжении всего существования на Земле находились во взаимодействии и взаимовлиянии. Лошадь гармонично сочетает силу, грациозность, выносливость и скорость. История появления лошади насчитывает 60 миллионов лет. Стремительное развитие общества, культуры, науки и военного дела. Великие цели и грандиозные планы людей открыли новые сферы применения четвероногим друзьям человека. Лошади участвовали в захвате и освоении новых земель и стран. С их помощью было налажено транспортное соединение между городами. Для меня лошадь выше, чем животное. Это вершина эволюции животноводческого мира. Я думаю, нет ни одного животного, более привязанного к человеку. Человечество обязано лошади за то, что она приехала в цивилизацию. На спине лошади приехали люди в цивилизацию. Таким образом раскрылись подлинные возможности животного. Практическое применение лошади нашли в таких сферах жизни общества, как промышленность и сельское хозяйство, спорт и культура, транспорт и война, оздоровительная верховая езда и просто как средство получения эстетического удовольствия. Скачки, смысл жизни и спорт королей. Они в их классическом виде зародились вместе с Олимпиадами. Несмотря на то, что в культурах разных народов конно-спортивные игры существовали всегда. Ежедневно на планете происходят изменения. Меняется образ жизни людей. Но все равно лошади занимают особое место. Сегодня, в современный век нанотехнологий, мощность двигателей автомобилей мы меряем в лошадиных силах. А иметь хорошего скакуна престижно и модно. А подкова является символом удачи. И в год лошади она обязательно принесет много-много счастья. Алладинаева, Али Бустанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Вот такое грациозное животное будет оберегать нас весь год. Таким был четверг Карачаева-Черкесии. Ждите вестей. По сообщению синоптиков. Завтра в Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Ночью снег, метель. Днем в отдельных районах снег. Метель. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Порывы 18-23 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 15, минус 20. Местами до минус 23. Днем минус 10, минус 15. В горах ночью 10-15 градусов мороза. Днем минус 5-10. В период с 30 по 31 января в горах Карачаева-Черкесии лавина опасна. На дорогах снежный накат, гололедица. В Черкесске переменная облачность. Временами снег, метель. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Порывы 18-23 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 19-21. Днем 13-15 градусов мороза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова